приветствую всех любителей бисероплетения сегодня снова с вами ольга кожакару и сегодня мы с вами будем делать вот такой браслет вот так он выглядит с лицевой стороны и так он выглядит с изнаночки но каждый конечно может свое цветовое решение применить для этой работы но я приготовила для вас сегодня уже материалы с какими мы будем учиться делать этот браслет и будут они перед вами я сейчас расскажу что у меня здесь есть что это у меня бусинки 4 миллиметра 4 миллиметра диаметром это у меня вот такие квадратики и кубики кубики 2 на 2 миллиметра 2 на 2 миллиметра сторона такая у этих кубиков у меня здесь биконусы 4 миллиметра 4 миллиметра биконусы у меня супер дуо чешский бисер в десятом размере чешский бисер в десятом размере и духа в одиннадцатом размере ну конечно вы можете взять либо оба духа в одиннадцатом либо оба чеха в десятом размере мы с вами начнем пожалуй изготовление нашего браслетика вот таким образом одна бисеринка 1 кубик 1 бисеринка биконус бисеринка другого цвета биконус и вот эти вот все бусины мы должны закрыть в колечко колечко и завязать узелочки вот таким образом завязывать надо хорошо потому что мы потом будем подтягивать нашу работу чтобы вы и нам избежать вот распускание нашей работы нам нужно завязать очень хорошо так и продолжаем дальше я выхожу в биконус будем набирать вот таких 4 у нас должно быть 4 вот таких колечко и общие биконусы будут вот бисеринка биконус десяточка кубик десяточка и закрываем на биконусе из какого мы вышли вот нас уже два колечко собрала здесь вот эти снова выхожу в биконус и набираю дальше такое же колечко одна бусинка для колечко у нас уже есть десяточка кубик десяточка биконус тоха одиннадцатый размер снова закрыва закрываем на биконусе из какого мы вышли вот так у нас есть три колечко и четвертое тоже у нас для четвертого колечко имеются уже два биконуса нам не хватает только бисеринки с верхней части колечко и вот такого набора с нижней я выхожу в биконус подтягиваю хорошо набрала бисеринку и выхожу в первый биконус какой у нас вот здесь мы начинали в работе да и теперь с нижней части у нас есть набор из четырех бусинок но из трех бусинок то есть десяточка кубик десяточка вот так и я захожу в этот биконус то есть чтобы закрыть чтобы закрыть наше колечко выходим по этому же колечку какой последнее мы сделали мы выходим вниз выходим вот в этот набор 1 из трех бусинок или две бисеринки и 1 кубик вот так прошли я сейчас удалю вот этот хвостик чтобы он нас не беспокоил и продолжим между вот этими вот наборами мы будем по одному супер дуо набирать и вышли к первому супер дуо какой мы набрали вот что у нас получилось я набираю две бисеринки десяточки набираю три бисеринки делаю колечко на вершине супер дуо снова две бисеринки прохожу набор из трех бусинок то есть две бисеринки и кубик к следующему супер дуо чтобы мы повторили весь процесс то есть две бисеринки десяточки на вершину три бисеринки колечко на вершине супер дуо две десяточки и переходим к следующему супер дуо вот таким образом и так мы повторяем и на этих двух супер дуо вот посмотрите это то что у нас должно было получиться и я подошла к началу мои и моего ряда да вот здесь где мы набирали две первые бисеринки я пройду эти две бисеринки и наберу три бисеринки контрастные вот так я не буду делать колечко я пропускаю вот эти три бисеринки и прохожу одну бисеринку из противоположных двух какие мы набирали с противоположной стороны здесь я наберу одна бисеринка одна бусина одна бисеринка и захожу вот у нас две я первую пропускаю захожу во вторую набираем три контрастные бисеринки и заходим в первую с противоположной стороны из двух опять бисеринка бусинка бисеринка заходим в одну вторую из двух бисерин 3 на вершине контрастные заходим в одну из двух бисеринка бусина бисеринка три контрастные бисеринки на вершину и последнюю бусину добавляем бисеринка бусинка бисеринка и пройдем вот смотрите я пройду сейчас по бисеринам какие мы проходили вплоть до того момента когда вот у меня бисерина бусина бисерина вот так и последнее в этой детальки что мы будем делать мы добавим еще один ряд две бисеринки это у меня тоха возьму один кубик две бисеринки и прохожу по набору какой мы в последнем ряду делали то есть бисеринка бусина бисеринка вот так снова две бисеринки квадратик кубик две бисеринки проходим по набору какой мы делали в предыдущем ряду вот так и снова и последний уголочек оформляем наш элемент для браслетика готов вот так он выглядит и теперь я в первом ну конечно кто-то может сразу пришить застежку здесь с этой стороны да но я сейчас завяжу узелочки и и мы начнем делать вторую элемент до чтобы мы могли уже посмотреть как я буду их соединять вот так я делаю два-три узелочка обязательно не на одном ряду чтобы были у нас эти узелочки чтобы они у нас не распускались вот и вышла в бисер могу удалить теперь леску делаем второй элемент точно так как мы сделали этот первый абсолютно идентично вот я сделала еще один такой элемент и моя леска вышла после вот этого набора бокового где у нас бисеринка бусинка бисеринка и дальше начинается вот этот последний набор я войду во вторую бисерину перед кубиком вот так поставлю мои элементы друг против друга и смотрю какая бусин бисерина соответствует той из какой я вышла вот так и еще одну набираю и закрываю крестик то есть вот такое у меня здесь колечко будет колечко или крестик из четырех бисерин которая соединяет вот 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 так еще раз пройду по этому колечку так как она у нас в принципе соединительное здесь будет подвижным наш браслет надо укрепить это место вот так и перейду на противоположную по моим бусинам перейду на противоположную сторону нашего элемента чтобы я сделала точно такой крестик на противоположной стороне то есть вот так двигаемся вперед подтянули и вышли на бисеринку возле кубиком снова одну бисеринку дополнительно подтянули еще одну бисеринку дополнительно и закрыли наш крестик вот так вот вот видите закрыли пройдем еще раз поэтому крестику и завяжем узелочки спрячем бисери так у нас я показала как делается такой элемент и как я их сшиваю ну у каждого объем руки разные возможно даже кто-то захочет просто такой элемент для сережки сделать но я думаю что у каждого своей фантазии достаточно чтобы использовать где-то такие элементы а я хочу еще одно замечание сделать что вот меня иногда говорят вы берете такие такие элементы каких вот нету у нас и меня спрашивают а чем можно заменить вот в данном случае я думаю что с кубиками будет проблема до биконус и бисер десятого размера и туха 11 размера скорее всего можно найти быстрее и проще да а вот кубики возможно не всегда можно найти поэтому я предлагаю вместо кубиков использовать бисер восьмого размера вот у меня здесь посмотрите здесь есть у меня кубик а вот здесь на последнем вот этом элементе вот я использую бисер восьмого размера вот более крупный но 8 6 размера либо бисеринки 3 миллиметра вот возьмите да получится практически то же самое только немножко вот биконусу будут площадь стоять не будут так вот выступать потому что 3 миллиметра все таки больше чем 2 миллиметра вот этот кубик ну это все что я хотела вам сегодня сказать надеюсь вам пригодится эта работа и вы будете ее использовать своих украшениях а я считаю что мы можем закончить я желаю вам успеха в вашем творчестве и всего самого доброго